А то давайте мы обратимся к тем, кто комментирует, кто хейтит, давайте дадим им совет. Все же, когда вы что-то пишете кому-то, это плохо в первую очередь для вас. Сейчас объясню почему. Мир так устроен, что примерно там 1% только может чего-то добиться, прийти к какому-то успеху. Все остальные люди, 99%, как правило, ни на что не способны. И это, наверное, тянется еще с воспитания. То есть когда какой-то хейтер ходил по улице со своей некрасивой мамкой, и эта некрасивая мамка видела какую-нибудь красивую женщину, она кричала «фу, шлюха, кому она вообще нужна, она конченная» и так далее. И таким способом она, некрасивая женщина, занижала ценность того покрасивее. Ей не нужно было ходить в зал и заниматься собой, она просто говорила «ты шлюха, ты конченная». И таким образом она как бы становилась лучше. И ребенок такой смотрит, слушай, это работает. Вот по сути хейтеры – это те, кто воспитаны под такими людьми, которые искусственным способом что-то занижали. То есть, естественно, люди, которые растут в самодостаточной семье, они такими не занимаются. У них нет такого, чтобы искусственно занижать чью-то ценность. И вы должны понимать, что вот если вы видите что-то, анализируйте. То есть, вы видите, что кто-то что-то делает хорошо. Вот, например… Слушай, сейчас ставлю пять копеек. Занижать чужую ценность проще, чем поднимать свою. Да, это проще, но ради этого стоит ли жить? Ты же все равно будешь оставаться никем. Ты все равно будешь оставаться, пока ты хейтишь, пока ты пишешь что-то в комментариях, ты пыль под ногами тех, кто двигается вперед. Ты ничто. И не потому, что я вас сейчас пытаюсь унизить или что сказать, что вы плохие. Нет, я хочу, чтобы вы поняли, что в этот момент нужно остановиться, проанализировать действия тех, кого вы не нравитесь. То есть, откинуть там, он пафосный, он матерится, он там ведет себя не так, как мне нравится, мне нравятся больше скромные люди. Отбросьте все это говно из головы своей. Просто проанализируйте. То, что делает человек, это хорошо, это на благо, или же это действительно что-то плохое. То есть, если этот человек двигает свою деятельность вперед, развивается, не мешает людям вокруг, а наоборот делает их жизнью лучше, создает кому-то какие-то условия, то значит, этот человек хороший. Несмотря на то, как он себя ведет, несмотря на то, что вам могут не нравиться их слова, их поведение, думайте об этом. Если вам хочется занижать искусственным способом деятельность таких людей, это значит, что вы воспитаны так, чтобы быть неудачниками. Это ваше мышление. И пока вы от него не избавитесь, вы ничего в жизни не достигнете. Это совет. Это просто не потому, что я хочу, чтобы у меня было хейтеров меньше. То есть, без хейтеров, без языка вымысла мир не был бы таким. То есть, без вымысла мы бы сейчас жили в пещере. Я понимаю, что все это нужно. Но вы должны понимать, вы какая-то просто подстилка, благодаря которой кто-то передвигается, либо вы же тот человек, который передвигается. Поэтому думайте, каждый раз, когда вы что-то пишете, вы не обижаете кого-то. Как правило, людям, которые уже стоят на ногах твердо, им поебать то, что вы говорите. И это проблема, которая делает плохо вам. То есть, есть люди сейчас, которые могут услышать, которые начнут анализировать. То есть, это просто несложно. Это просто начать думать о том, что ты пишешь. И думай, хочется ли тебе занизить ценность искусственную или начать что-то делать с собой. Начать чему-то учиться, начать что-то менять, чтобы потом, блядь, кайфовать от того, как изменилась твоя жизнь. Подумайте об этом, ребят. Это, блядь, это очень важно. Это то, что можете сменить вашу жизнь. Это тот момент, с которым вы начнете уже анализировать каждый свой шаг и делать шаги в нужном направлении. Спасибо.